Послушайте, вот мы там говорим о каких-то деньгах, и эксперты, и депутаты говорят, что по схемам НДС из бюджета выводится или не доплачивается суммарно 200 миллиардов гривен в год. То есть каждый год по 200 миллиардов гривен из системы, вот это СЕАПДВ, СМКОР, против схем все борются, выводится 200 миллиардов гривен. Но это в принципе можно и теоретически посчитать, если у нас там можно посмотреть ВВП, сколько составляет потребление, и вот там 16% от этого должно составлять НДС. Так мы не добираем где-то 300 миллиардов. Вот вам, ну это считается со всех сторон. Ну это же не обязательно украденные деньги, да? Некоторым же возмещается НДС законно. Нет, нет, это я с учетом. Это вы уже посчитали, прикидка, сколько украдено, да? Потому что у меня на днях... Тот как незаконно возмещается, нормально, но просто есть... Тот как незаконно. ...возмещается незаконно. Просто на днях буквально беседовала с фермером, но он такой крупный фермер, в ужасных условиях, на линии огня работает в Донецкой области, где обстрелы. И он говорит о том, что им они не дают взяток принципиально, и налоговая это знает, но им просто из подлости, из вредности блокируют эти налоговые накладные, потому что они реально продают сельскохозяйственную продукцию за границу. И они могут претендовать на возмещение, а им блокируют просто, чтобы палки в колеса поставить. Но при этом он знает, что другим, если заблокировали, можно заплатить процент, и блокировка снимает. Это сумасшедшая коррупционная схема, которую придумали Гетманцев, Железняк, министр финансов Марченко. Его нельзя снимать, потому что конституционно именно он отвечает за налоговую политику. И то, что он закрыл глаза на эти схемы, это его прямая вина. Все назначения в налоговой и в таможне подписывает лично Марченко. То есть он не может не знать, что там творится. И для того, чтобы скрыть вот это сумасшедшее воровство, они придумали эту блокировку. То есть блокирует в основном промышленность, то есть те, кто что-то перерабатывает, их блокируют. Эти деньги, когда блокируются, они же конфискуются. Они конфискуются и возмещаются вот тем людям, про которые мы говорили. Которые осуществляют фиктивный экспорт, скрутки, обналички, контрабанду. Это же все связано с НДС. Поэтому у нас единственный сейчас путь от этого всего избавиться, это ликвидировать НДС хотя бы временно. То есть вот пока идет война, ликвидировать НДС, заменить его каким-то минимальным налогом с оборота. Вот то, что Гетманцев с самого начала говорил, там 2% с оборота. Это примерно и есть та сумма НДС, которая собирается. То есть вот это надо сделать срочно. И тогда отпадет вся эта необходимость блокировок, проверок, этих десятков тысяч инспекторов, которые существуют. Ну это же просто нерационально во время войны. Продолжение следует...